Первая карлоке-битва состоялась в эту субботу в Благовещенском городском парке. За путевки в жаркие страны боролись 10 участников, новички и те, кто уже бывал на этой сцене. Что нового ждет участников и зрителей первого областного в рамках этого проекта, расскажем прямо сейчас. Тула и Сыктывка, Ялта и Краснодар, Над Благовещенском звучит московский бит. Денис Якущенко вышел на сцену городского парка уже во второй раз. Участвовал в прошлом году, но проиграл после первого тура. Признается, уж очень хочется поехать вместе с семьей в жаркие страны. К выступлению готовился тщательно. Готовил и своих маленьких сыновей. Не все получилось, как задумывали. Маленькие дети пока, ну, входят в курс дела, изучают сцену, осваивают. Моя милая мама, свет твоих глаз всюду рядом со мной. А вот менеджер в центре фейерверков Андрей Никишин, участвует в караоке-битве в первый раз. Когда зрители апельсинового утра в отборочном туре выбрали именно его, даже не поверил. Кстати, участников во время утреннего шоу отбирают с помощью интерактивного голосования в эфире. Сначала, думаю, все-таки нужно выиграть, потому что все участники хорошие. Как бы я не хочу, как бы, говорить за себя там что-то такое прям сверхъестественное, что я выиграл. Все отличные выступающие, поэтому, как бы, удачи всем, короче, вот так. Кто-то поет просто в свое удовольствие, а кто-то пением зарабатывает. Эльвира Жемчужная хочет не просто победить в караоке-битве. На свои вокальные данные у нее далеко идущие планы. Она собирается, ни больше, ни меньше, воплотить свою давнюю мечту. Есть в задумках уже в августе выпустить собственную песню с клипом, который, ну, я думаю, что, наверное, ничего подобного, но я надеюсь, по крайней мере, еще никто не снимал у нас Благовещенский. Возможность спеть на сцене Благовещенского горпарка есть у каждого жителя Амурской области. Свою заявку нужно отправить на электронный адрес караоке-собака-портамур.ру. Проголосовать за участника, который вам понравился, можно на сайте портамур.ру. Там же можно узнать все подробности конкурса. Кстати, в финале победители ожидает необычный голоконцерт, подробности которого организаторы пока держат в секрете. Кристина Добровольская, Новости дня, информационное агентство Портамур.